добрый день уважаемые дамы и господа с вами константин белый и мы продолжаем разговоры об особенностях русской бани мы поговорили с вами что такое баня что такое пар в бане и теперь хочу сказать о том что еще определяет почему именно русская баня отличается от других редкие бани которые применяют веник мы не будем брать те апохала которые применяются в немецких банях там вера мы возьмем наш веник который дубовый там березовый там ольховый его рассмотрим для чего веник в бане веник в бане это инструмент инструмент для парения не для мытья для мытья веник не нужен веник нужен для того чтобы мы прогревали тело опаривали чтобы мы его охлаждали когда нужно когда мы его макаем в воду и просто смываем тело веник выступает как инст инструмент легкого массажа если вы где-то видите что веником работают как ударным молотом да но это просто от непонимания и незнания потому что веник должен иметь определенную конструкцию он делается как апохала вот он должен служить для захватывания пара в то же время он же прогревается и мы должны с помощью него делать конденсацию пара на теле плюс тому что мы когда прикасаем веник вот как раз вот хлесткий такой не сильный удар листочки прикасаются к телу и передают температуру к телу плюс тому что веником мы еще спасаем от перегрева веником укрывают голову веник это хороший ингаляционный инструмент хорошо запаренный веник столько дает полезных веществ сколько достаточно для целой ингаляции и когда мы парящимися на лицо кладем такой распаренный веник и он парится и дышит ингаляции от веника это то только благодать веник еще ну я сказал за массаж так вот массаж этот должен быть приятным не сколько ударным сколько он должен быть легким вибрационным он создавать вибрацию 2 для движения крови можно им еще сделать такие легкие под растирания растирания чтобы создать движение ускоренная крови в по лимфа в сторону ну как говорится лимфатических потоков сторону выхода крови и это помогает для общего состояния и поэтому веник это важнейший инструмент и париться лучше вдвоем почему вот семейная баня это самый оптимальный вариант когда в семье все умеют парить наука это небольшая ее можно постичь достаточно как рецепт почитать многие источники заходите на наш форум мы тоже рассказываем о том какие лучшие методы парения веником как правильно пользоваться веником при подборе веника больше обращайте внимание на ту зону где вы находитесь у нас на южной зоне в лучше всего как дуб и дуб мне нравится еще потому что он долго держит лист он его даже если пользуешься да даже случайно где-то температуру поднял выше чем нужно он не обваривается как то даже береза главное в запаривании веники его не сварить многие запаривают его высокими температурами более 60 градусов мы советуем запаривать до 60 градусов хотя это уже не стоит как-то как запаривание тяжело воспринимается слово запаривание мы всегда привыкли с температуры высокие до 100 градусов но в данной ситуации с веником нужно быть очень аккуратным мы же несколько пытаемся с него получить раствор хотя и раствор нам нужен полезный сколько мы стараемся чтобы лист можно больше из внутренней части выпустил полезных веществ которые будут на поверхности и мы должны вот этим раствором вот этим веником именно и парить и не забывайте сухим веником не парят как можно чаще его нужно омаковать в том растворе где он запаривался плюс тому что в этот раствор можно еще добавлять отвары трав это вообще очень полезно но это полезно особенно когда у человека там кожные какие-то заболевания мы туда добавляем полынь зверобой тысячелистник это очень полезно и вот этим парить раствором очень хорошо когда у человека проблемы с простудой ну туда и липу можно добавить или вообще пользоваться липовым веником поэтому веник в данном случае это такой универсальный инструмент без которого русской бани просто не будет управлять паром я ну хотя можно его заменить допустим вот степных районах у нас на кубани при просто из-за малого количества деревьев пользовались ручником ну это полотенце процедура фактически та же самое что и веником также опахали также обмывали также обтирали растирали та же самая процедура поэтому я вот здесь вот проведу знак равенства за малым исключением что мы не получаем отвар просто надо тогда отвар с трав добавлять в этот раствор который мы макаем полотенце и полотенцем делаем обтирание ну и полотенце правда еще что дает это мы можем обматывание это мы можем именно так вот замочить такой горячий раствор и человека укрытие человек немножко как бы про потеет под полотенце поэтому веник в бане это первейший инструмент помогающий париться помогающий нам оздоравливаться внимательно следите за этим делом и особенно обращайте внимание на качество веника на его запаривание не забывайте употреблять тот раствор который остался после веника очень хорошо этим раствором по окончанию бани облиться применяйте все что как говорится есть полезного что нам дала природа пользуйтесь веником и лёгкого вам парня а 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 так а а